Всем привет! Доигрываем Кастеров Мэджик, уже было 10 эпизодов, мы довольно сильно продвинулись. В метро у красного один город, у синего большая территория, это мой союзник типа. Ну и в прошлой серии я начал выпиливать города желтого. Так, с переменным успехом что-то продвигается. Я заказал иммунитет к магии. На этого героя я уже кинул иммунитет к магии. Вообще я думал, что может быть стоит выпиливать вот этот город красного, но потом я что-то передумал, что если я его убью, то я потеряю этот баф. Он все-таки довольно существенно, то есть на 25% снижает стоимость моих заклинаний, поэтому, наверное, это не лучшее решение прямо сейчас его убивать. Поэтому пусть пока поживет, попозже с ним разберусь. На этих героях уже есть иммунитет к магии. Точнее, на этом нет. Вот на этих трех есть. И на этого дракона я тоже кинул. Что я теперь хочу с ним сделать, это забирать вот это логово надо, демон-лорд тут есть. Просто демоны, эфриты. Ну, эфрита, кстати, возможно, нет. С эфритами, может быть, позднее буду разбираться, потому что они мистик-серч на себя кидают. И это может быть проблемой. Короче, надо вот эти два логова забрать, поэтому не иммунитет к магии, а сейчас endurance, holy armor, вот это все, короче, на него кину, и пусть идет вот эти два логова забирать. Вроде бы демонов на карте где-то еще были. Вот это логово, то есть нужно под это логово тоже кого-то посылать. Ну вот досюда довольно... Не знаю, откуда здесь героя взять. Кого-то надо прислать, но что-то далеко. Даже я не знаю, как это лучше проделать. Может быть, в столицу призвать нового героя, отсюда его отправить. Тогда для этого мне нужно вот этого убивать. Чего я не собирался изначально делать. Ну ладно. Это типа, получается, потом когда-нибудь, может быть, я займусь этим логовом, если поблизости кто-нибудь окажется. Прямо сейчас, получается, мне немного не до него. Погнали дальше. Ой, я что-то совсем не посмотрел, какие войска Желтого прилезли. То есть надо было все-таки посмотреть, что вокруг моей столицы происходит. Понятно, что пачки колоссов по карте бегать еще не должны, но... Гидры могут. Так, каракл. Не, вот это вот ради еды. Колоссиум славу увеличивает, отличное строение. Можно каких-нибудь светош построить. Так, святая броня для вот этого героя. Надо на него еще эндюрин скинуть. То есть это не обязательно, но... Это в любом случае полезное заклинание. Оно лишним не будет никогда. Так, у него есть щит. Самое главное, у него есть иммунитет к магии, поэтому он спокойно может нападать. Проблем вообще никаких не должно быть. Скорее всего, даже автобой справится, но на всякий случай я не буду спешить и сам проведу этот бой. Прикольно. Едничка славы, уровень для героя и книжка смерти. Ну, это логично, я убил смертельных этих существ, поэтому книжка смерти это вполне логичная награда, но это классно, что остались еще не разграбленные логово. Так, книжка смерти. Я изобретаю полет, надо его немножко быстрее, значит, изобрести за один ход, посмотреть, какие там перспективы открываются. Не хочется этого героя, все-таки, может быть, уволить. Проблема в том, что если я уволю, у меня места под артефакт нет. Поэтому, ну, не знаю. Так, эти два юнита, так, 100, кстати, волшебники. Сюда пусть идет. Так, тут нападаю? Нет, не нападаю. Не, нападаю, ладно, пофигу. Слишком сложно. Майн-шторм плюс лайф-дрейн. Каждый ход делаю армию нежити, увеличиваю. Возможно, когда я решу убить этого соперника, как раз армия нежити мне пригодится для того, чтобы это как-то более комфортно сделать. Я мог бы полностью окружить его столицу, тогда бы он вообще никого не смог призывать, но я не вижу в этом смысла. Я не против, если у него будет какая-то небольшая армия, которую я смогу поубивать для того, чтобы качать героев. Могу туда дойти пока, не знаю. Так, мне здесь дороги пригодились бы еще. Так, вот большой отряд. Вчетвером с ним, конечно, можно сражаться. Не, вначале... Вначале героя. Так, ну вот этому варианту только один до этого города добежать. Ну, кстати, один колоссус, вполне возможно, это не настолько опасно, но вначале надо подумать, конечно. Так, этот герой идет вниз. Тут никаких колоссусов нет, здесь только горгона. Поэтому это второй приоритет на самую крутость артефактов. И здесь всего одна ящерица. Так, еще раз, значит, распределяем артефакты. Самые крутые артефакты нужны вот этому зелодрону. Самый крутой, в моем понимании, это артефакты, ищущие львиное сердце. Потому что хитпоинты. Возможно, ему эта броня не нужна в таком большом количестве. Так, затем идет вот этот артефакт. Я, по-моему, на прошлом ходу нападал, и этот артефакт показал себя не очень хорошо. У меня есть лучше вот этот. А, мне герой ход закончил. Я молодец. Ладно, пофиг, он еще раз может напасть, это не страшно. Так, этот герой, против него будет медуза. Медуза это не очень опасный соперник. То есть, таким образом, можно вполне нападать, этого достаточно будет. Ну, короче, как-то так получается. Вначале этот колоссус убивает. Кстати, можно с него и начать реально. Собственно, чего нет. Плюс один-то дев. Вот что разве. Короче, поскольку он нападает на колоссуса, то он еще холи армор сейчас получит. Жутко больно. Огромное количество урона. Целых 13 дамага. Но у меня хоста. У меня огромная атака просто. Поэтому, скорее всего, сейчас будет ваншот. Правда, это не точно. Но с большой вероятностью. Более того, я отошел достаточно далеко для того, чтобы вторая атака была слабее, чем первая. Но стоит все-таки посчитать. На всякий случай. Давайте включим это ум. Не просто скипнем ход, а все-таки посчитаем. Так. У меня 33 атака плюс 5 to hit. То есть, на 0,8 если умножить, получается сложно. Ну, где-то в районе 25. У него броня не сильно блочит. Питок она блочит. То есть, примерно 20 урона я вношу. То есть, поскольку я делаю два выстрела за счет хвосты, то колоссус сейчас скажет пока-пока. Короче, нормально, все. Можно возвращаться к своей классической тактике. Но два колоссуса в городе, это уже было бы вполне возможно. То есть, это был бы перебор. Этот герой бы не справился с такой армией. Я думаю, кого лучше убить. Мне кажется, лучника лучше грохнуть. Так. У героя больше здоровья нет. Ну, не то, что здоровья. Короче, нормально, все. Крэк Сколл отлично. Можешь еще разочек выкинуть. Ну, вот Мистик Сёрдж довольно неприятная штука за счет того, что у него кровожадность появилась. Есть еще Резист Мэджик. И огромная броня. Что-то Мистик Сёрдж какое-то фантастическое количество бафов выдал. Вполне возможно, мне пришло время... Этот... Понимаю, да. Короче, у него мана закончилась. Раз он стал делать то, что он делает. Реально, что с ним с такой броней-то делать? Иммунитет к смерти есть. Споллок это неприятно. Не, ну и что делать-то? Что же делать как-нибудь? Может, забить на все и чисто атаку какую-нибудь? Да не, ну, Бладласт. Алло. Бладласт меня просто покалечит. Удвоить такую атаку это... Слишком злобно. Ну, какое-то жуткое количество бафов. Даже хоста есть. Не то, чтобы я ее боялся, но... Короче, я обязан диспеллы кидать, получается. Не знаю, я понимаю, что я там только в один спеллок кидаю на первый раз. У меня удвоенная сила диспеллов. Потрясающе. Сейчас я из-за этой фигни бой, что ли, не выиграю. Ладно, я колоссуса грохнул. Убить колоссуса это тоже хороший результат. Да, уже даже смысла нет кидать. У меня больше на другой диспелл нет. Короче, так вот я лучше сделаю. Ну, окей, ладно. Этот город отбился от меня. Ему целый ход удалось лишний просуществовать. Получается, я его только на следующем ходу заберу. На этом не вышло. Не прокатило. Кстати, у меня эндюранс сняли с этого героя. Возможно, стоит его кинуть повторно. Когда-нибудь. Так, ну и этот герой... Я все-таки кину... Кину героизм? Или не кину. У него резист всего лишь седьмой. Можно попробовать комбу варп критча плюс лайфдрейн при желании. Ну ладно, нормально все. Зато этот герой справился. Плюс я колосса убил на этом ходу. Колосс очень дорогой на призыв. Я сомневаюсь, что он в состоянии двух заход призвать. Короче, героизм явно нужен. Фаерболт это значит, что у него мана закончилась? Ведь правда? Да. Ну и у меня она тоже закончилась. Но у меня... Форма призрака. У них у всех магическое оружие. Но у них пятая атака плюс один ту хит. Короче, эмалейшена достаточно для того, чтобы... Спокойно там всех поубивать. На лечилку денег нет, но он спокойно может... Ой, кстати, я забыл про то, что у меня ворп-лайтнинг есть. Три славы, пятьсот денег. И следующий город на очереди. У этого героя есть холи-армор. Кстати, у кого... А оба артефакта я отдал тому герою. Понимаю, да. Правильно. Правильно. Ладно, пофиг. Я, конечно, стебусь, но... Это действительно хорошее решение. Так, 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 так. Вообще, было бы неплохо какого-нибудь более дешевого самхуна найти. А то дорого. Я, конечно, понимаю, что кабанчики за 15 это супер-мега выгодно, потому что я трачу 15 маны. Он тратит 30 на каст этой ворп-лайтнинга. Еще есть аура, которая увеличивает стоимость. То есть, из-за божественного порядка стоимость каста на 25%, по-моему, дороже. Короче, для меня это очень выгодно, то, что происходит. Я могу попробовать сделать из... Гаргон и зомби. Это если учесть то, что мне очень хочется. Типа, а вообще нужна она мне или... Или не особо. 11 дамага. Я думаю, можно попробовать из нее сделать зомби, заодно в процессе заставить ее сражаться со своими же. Ну, отлично. Минус резист. Минус резист. Еще кабанчик одного сделаю. Так, отлично. Все, мана у врага закончилась. Значит, я теперь делаю конфьюжен. А можно мне гаргоной походить? Ой, пипец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Я славу потерял. Видимо, Гаргона ее сочли моим юнитом и за счет того, что... Короче, ладно. Ну, в два захода окей. То есть, получается, не только этот город отбился, еще и... То есть, я вообще на этом ходу только один город вражеский захватил. Это приемлемо. Не вижу смысла на эту тему расстраиваться. Так, здесь нужно больше боевых троллей на случай, я не знаю, на какой-нибудь случай. Кстати, я нашел третью книжку. Мне что-то и хотелось. На следующем ходу... Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Нормально, он долетает. Ну, как бы через ход. Ладно, не сразу. А теперь тут. Тут, тут, тут. У этих двух героев есть чем заняться. Вот этому не помешают какие-нибудь бафы. Например, банально скорость ему поднять. Вполне возможно, что... Благодаря этому он успеет куда-нибудь добежать... Куда-нибудь туда, куда бы он иначе бы не успел добежать. Шестнадцать опыта. Но он старается. Рано или поздно... Ладно, я ему еще героизм тогда кину. Так, о чем я города делают? Мне нужен кастинг скилл. Но я типа не могу, потому что мана, вот это все. Ну, ладно, погнали дальше. А, ну да, у меня еще красный, все еще живой. Загадка природы. Армагеддон. Ну, конечно, Армагеддон. Ну, конечно. На самом деле, пофиг. Так, он всего лишь увеличивает беспорядки на два. Кстати, это на столицу нападает. Ну, туда и моя дорога. В столице я... Вот, не забыть нужно про этого Magic Spirit, который добежал сейчас до логова. Его элементарно убить. И надо это сделать, конечно. Армагеддон пофиг. Ну, да, засрут всю карту вулканами. Она и так уже не очень. Сифон Лайф. Божественный порядок. Сифон Лайф может быть ситуативно полезен. Ну, изобретать я его, конечно же, не буду. В смысле, интенсивно изобретать. Так-то, если изобретется, то и пускай. Это немного ускорит движение герою на половиночку хода. Так, раз, два... Да пофигу, можно сразу ходить. Почти точно он пойдет на тот город. Тут что-то совсем клеточек не осталось. Надо освободить немножко территории. А то... Ему даже, как бы, некуда юнитов создавать. Так, это нежить. Поэтому пусть идет в кучу нежити. Эти пока патруль. Тоже куча нежити. Ну, тоже патруль. Инженер развлекается, как может. Этот отряд бежит на столицу. То есть, вот сюда. Нормально. Меня это вполне устраивает. Доход довольно сильно упал. Почти сотню монет в ход я теряю из-за этого события. Так, здесь уже не обязательно самых сильных юнитов. Здесь тоже не обязательно самых сильных. Можно вообще любыми нападать. Столицу я не трогаю. Она слишком классно защищена. Я не готов. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть. Досюда, да. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не дохожу, да. Она нужна на две клетки. Ускориться. Либо я-то должен лодку призывать. Либо артефакт на плюс две скорости. Теоретически я могу ему выдать плюс две скорости. Вот эти, например. Ну, ок. Так и сделаю тогда. Две скорости забирай. Тебе нужен какой-нибудь амулетик, где атака есть. Того, три атаки амулетик. А, ну четыре атаки тоже норм. Единственное, вот эти две, два артефакта вместе комбятся не очень хорошо. Здесь есть божественная защита и здесь есть божественная защита. Одновременно это не надо. Так вот лучше. Распределю. Тогда и у этого все классно. И у этого тоже плюс один тухит, тудев. Ну, тухит пофигу, но тудев нормально. Так, можно, короче, нападать. У этого на следующий ход будет восьмая скорость за счет вот этого всего. Поэтому он до этого города долетит. Посчитано. Значит, может отправляться. Я не вижу смысла этой армии трогать. В первую очередь надо города уничтожать. Типа пусть бегают. Кому они нужны. Так, здесь все шикарно. Элементарное нападение. Вот сейчас нечестно было. Что произошло? Почему? Почему? Форму призрака у меня сняли. Ну, ок. Но я не понял его хитрый план. Вот. Вот это правильный ответ. Так и надо. Стоп, а у него формы призрака нет вообще-то. Правильно? А, но его крокскол бы не убил. Ух, повезло. Короче, я накосячил в том плане, что сразу после того, как у меня сняли форму призрака нужно ее было обязательно перекастовать, конечно. Можно попробовать сейджем попризывать кабанчиков. Типа экономит самана. камон. Хватит это терпеть. Че за... А, ну, последний касс, ладно. Это... Он всегда в конце от безысходности начинает отворить. Я, кстати, полет изобрел. Мне бы лучше спллок изобрести. Я этот город уничтожаю, как и все остальные города, так что... Так, я потерял... Да, практически все. Но самое главное есть. Возможно, эндьюранс стоит перекастовать, но это нифига не точно. Так-то в целом меня в любом случае все устраивает. А, форма призрака туда нужна. Окей. Про это постараюсь запомнить. Вообще, довольно странно, что это... Он решил дисплейлы кидать. Никогда такого не было. Че началось-то? Так. Ну, кстати, Крэкскул намекает на то, что у него кастинг-скил закончился. В топку еще один город. Огромное количество денег я с этого получаю. И понятно, что желтый тоже начинает на дно лететь из-за происходящего. Форма призрака это топовый приоритет. Можно сразу ее перекастовывать. Без нее с Крэкскулом бороться нереально, поэтому должна быть. По сути, два спела мне нужны. Форма призрака и иммунитет к магии. Резист элеменс, он бесполезен, потому что иммунитет к магии, он перекрывает резист элеменс. Он в любом случае круче. Возможно, этот город стоит захватить для того, чтобы потом на это логово понападать. И, кстати, надо действительно это логово захватить, выдать какие-нибудь топовые артефакты этому герою. У меня давно руки чесались, вот что сделать. Может быть, время пришло. С другой стороны, у меня периодически расколдовывают всякие заклинания, поэтому, если я даже на один ход буду занят кастом вот этого всего, то, может быть, это не самое лучшее решение. Я надеюсь, он будет расколдовывать армагеддон. С другой стороны, у меня учетверенные силы диспела. Если я кину вот этот вот израбиндинг и потом еще после него дисджанкшн сделаю, то я в любом случае смогу расколдовать, но, наверное, не стоит этого делать. Так, что у меня в городах? Ну, понятно, города у меня все в ужасе от происходящего, вулканы повсюду. Может, налоги снизить? Возможно, это хорошая идея. Недовольства меньше, при этом деньги, ну, мне некуда девать от того, что я немного больше денег соберу. Вряд ли кому-то станет лучше. Так, этот спелл в процессе. и все-таки это спорное решение. Это заклинание хорошо на дистанции, у меня никакой дистанции нет, вполне возможно, игра гораздо раньше закончится. Этому герою на бой ничего не надо против демон-лордов. умер демон-лордов. Умер Да вроде нет Вроде у него все хорошо Этот герой может все-таки убить Ладно, это надо кастануть Три хода придется потупить Получается Но, честно говоря, не хочется Приоритетнее все-таки каждый ход Захватывать по городу Поэтому если Можно даже лодку какую-нибудь призвать Для этого героя, например Он же почти точно никуда не дойдет Можно ему лодочку А, еще у меня где-то логово на карте На это было А, вот, точно По-моему, здесь было нет Демона Че они это Враги захватили Книжек у тебя не прибавилось Пять Десять Негодяй Он у меня реторты украл Алхимию Короче, вот эти демоны Которые тут где-то были Вот здесь вот они были, по-моему Получается, там реально была Реторта Ну ладно Все книжки захватить Так, а че еще осталось? А, или вот здесь Вполне возможно, ладно, что не демоны Здесь скайдрейки были Он скайдрейков еще выпилил Че-то еще осталось На карте Эти колоссусы А тут кто? Ну, кстати, скайдрейки, джины Сюда героя с иммунитетом к магии И норм все будет Где герой с иммунитетом к магии? Поблизости Ну вот это через ход сможет Короче, я так сделаю Я не уверен, что На следующий ход мне не понадобится Кастинг скилл Поэтому Таким образом схожу Короче С Аркануса На Арканусе был желтенький И По текущей типу информации Он Одну книжку выловил В каком-то логове Возможно, это было Логово демонов Там я видел В свое время я не взял У меня не было иммунитета к магии Либо это скайдрейки То есть одно из двух Судя по тому, что А, он реторту получал Тогда неизвестно вообще, где это было Это могло быть где угодно О, отлично А у Аркана Получается не бесполезно Хорошее, большое население В порядке Прикольно, но нет Я Я тебя лучше уничтожу Вот я не вижу смысла Оставлять эти города Так, начну отсюда Если я правильно посчитал То герой как раз должен О, это его думстэк Удачи Если он пытается поймать моего героя То удачи тебе в этом Вот еще какой-то герой Это был мисклик, но вроде не критично Два волшебника Кастинг скиллу соперникам его падает Но производство мана все еще в космосе Ну, наверное, он вулканчике начинает делать Поэтому Они довольно много приносят Так, ладно, герой ждет, короче Чтобы понять Какие артефакты можно забрать Тут одна горгона Ну, то есть это опасно Но надо понимать, что Бывает и сильнее Этот герой Летит куда-то загадочно вдаль Ему вообще никакие артефакты не нужны Кроме артефактов на скорость Ну, тогда Итоги дня У этого героя на следующий ход Скорость должна быть Раз, два, три, четыре, пять Базовая три Один артефакт Это четыре Пять Короче, ему достаточно одного артефакта на скорость Один он может отдать Цель Не самая опасная Достаточно этого артефакта Так, посох Кстати Этому герою не нужен хороший посох Самый лучший посох нужен ему Ему предстоит сражаться С медузой Здесь вообще пофигу Какой посох абсолютно Ну, против медузы значит Посох хосты Самая востребованная штука То есть вот так Потом вот так И тебе самый бесполезный посох Затем скорость Скорость Артефакт тебе не нужен Отдай Все Все, этот готов У него Плюс два Тодзев Отличная атака И Этот герой получает Вот эти артефакты Ну, вроде я их Перетасовал Каким-то образом Выглядит разумно Тут флеймстрайки есть Нормально Так, кабанчик И погнали Кидать флеймстрайки Нет Нет Это не то Больше флеймстрайков Мистер Ермак Есть, кстати Чувак на ютюбе Который как раз Под этим ником Пилит видосики По мастеру в мэджику Ну, как бы он Вроде даже, наверное Неплохой игрок Может быть Суть в том, что Короче, мастер оф мэджик Это гребанная халява Поэтому оценивать Силу игрока По тому, как он играет Мастер оф мэджик Ну, это фиг знает Довольно сомнительная штука Слингеры Слингеры вообще фантастика Плюс 3 2 хит Девятая атака Девятая, мать вашу, атака При том, что базовая 1 Стрелковая вообще 11 8 фигурок этих слингеров Они бы изнасиловали вообще всех Суперкрутые ребята Последний шаман остался Варлок куча заклинаний Можно пафосным дымболтом Его убить Да, город в топку Ну, вроде бы я все посчитал У этого героя на следующий ход Будет Седьмая скорость Тут у нас что? Седьмая Ну, нет, он не долетает 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ну, кстати, не сильно не долетает Если бы я ему лодочку призвал То, может быть, и норм было бы Ну, это ладно А, вот Надо было вообще с этого героя начать Мне тут нечего бояться Я не могу представить расклад При котором Тут возникли бы какие-то проблемы Четвертая скорость На них паутина работает Если вдруг что-то пойдет не так Возможно Эта опция мне пригодится Но, как ни странно Как-то бесполезно все получилось Так, сколько я урона наношу? Половина от 12 урона У него Ну, на 2 атаки Наверное, я кину паутинку в дальнего Ну, потому что, типа, незачем со мной драться Одновременно, по крайней мере Урон у него просто в космосе Где-то 26 Даже по 0,6 это дофига Будет жутко больно Ну, вся надежда на лечение А, либо есть другая тема Фаерболты 12 урона Ну, один фаерболт еще нужен Что-то мало я урона нанес Как так? Как так получилось? Или я неправильно Что-то там на калькуляторе посчитал Бежим Бежим Так, вот, вот демоны закончились Слабость не прокатила А, ну да, 12 урона Все правильно Все как и должно быть Четко, как в аптеке На всякий случай Все равно слабость Да, она что-то стабильно Нифига не работает Но Как надо лечиться Не, еще раз полечусь Только после этого Начну его бахать дальше Норм Все, короче С остальными Проблем Должно возникнуть Sorry Это Так Сейчас я отключу Все У меня тут Видосик один врубился Полечиться не могу Но Ну и ладно Две славы Редкое заклинание Между прочим Это единственное Редкое заклинание Которое я могу найти Потому что у меня Три книжки смерти Кстати Ну такой Я бы сказал Плохой Меч Кстати, это интересно Варпноут 80 мана Стоит Ну что-то Как-то фиг знает Стоит ли этим Заморачиваться Тут довольно много Есть логов У которых Я мог бы Стащить Энергию Типа Это нанесет Урон Моему Этому Желтенькому Сопернику Ну такая Спорная Штука Может быть Союзнику Лучше отдать Точно Если он мне Предложит Что-нибудь Хорошее Мы же можем Редкими заклинаниями Обмениваться Давай поговорим Об этом Ну здесь только Необычные заклинания Ни одного редкого Тут нет Более того Те редкие Заклинания В смысле Те Ну фаершторм Может быть Даже нет Я же не буду Ради фаершторма Хоть что-то делать Потому что Ну вот столица есть В ней колоссы сидят И что толку От того Что я кину Там туда Фаершторм Допустим Кстати У меня здесь есть Отряд Троллей Которые Могли бы Напасть На этот город Между прочим Ну если я на них Кину Допустим Бладласт На всех А затем В бою Кину Даркнес То их Крутость Существенно Взрастет Они Колоссуса Смогут Убить Но делать Я этого Конечно же Не буду Герой Когда придет Тогда может быть Прямо сейчас Точно нет Эти ребята Первая скорость Первая Так Сейчас Секундочку Этим я еще Займусь Мне нужен Этот Отряд Ну Вполне Возможно Что он Не добежит Прямо Вообще Не исключено Кстати Фонлайв Я еще не изобрел Если он Если он мне Предлагал Firestorm То он Мог бы Мне предложить И Chaos Channels Наверное Так Здесь Герой Ну Судя по Тому Что я Уже Отсортировал Артефакты И все Передал Он Наверняка Готов Поверим На слово Что тут Все в порядке И ситуация Полностью Под контролем У него Посох Хосты А значит Патроны Закончатся Довольно Быстро Как и Мои Соперники Грагона Даже с одной Фигуркой Все равно Опаснее Мне кстати Полета Нет Получается В первую Очередь Надо Убивать Летающую Черепаху Еще кто-нибудь Летает Может быть Так Ну и Герой Готов Сражаться 14 Атака Плюс 2 Тудев Это Почти В полтора Раза Больше Чем Девятая Атака Плюс 2 Тухит Вопрос В другом Нужны ли мне Какие-то Бафы Возможно Кину Кину Эмалейшин Оно Довольно Дешево Понятно Полет Мне нужен Какие-то Бафы А Ну Они могут Сами Убиться Мог Можно и Без полета Так Ну Че Я Врываюсь Класс Даже Под хостой Не буду Спешить У меня Две Хилки Должно Быть Достаточно Тут Уже Атака Поменьше И Броня Тоже Так Виндмейдж Дальше Лечится Ну На всякий Случай Можно На последнего Кинуть Слабость И Его Тоже Выпиливать Города Я вроде По инерции Все Уничтожаю Скорее Всего Это Неправильное Решение Но Мне Кажется Я Немного Времени Таким Образом Смогу Сэкономить Желтенький Сэкономить 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 Упс 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 Сейчас что я делаю джанкшен кстати довольно дешево смотрится но перед джанкшеном точно нужно вот это делать просто обязательно если вообще собирают джанкшен использовать напряженные отношения все равно power production у него в космосе хотя бы сила армии видна где-то граница в отдаленной этой перспективе его можно даже с помощью power drain of наверное убивать впрочем у него маны не так много может его этот дрейнет изо всех сил power drain стоит 67 маны и высосет он три процента четыре сотни где-то ладно это заклинание так мне сейчас на столицу нападут я готов даже два раза нападут пофигу хоть хоть пять раз я не вижу никакой опасности в этом нападении но героя надо убить он у меня раздражает своей бесполезностью он как бы носитель артефактов это вот единственная его это задача на всю жизнь но я вроде могу артефакты разложить куда-нибудь да 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 негодяи напали на столицу так резист элемент минус три у них то есть этому достаточно короче у кого восьмое сопротивление им надо резист мальчик у кого резист элемент а еще есть имитет к магии кстати столько всего увлекательного но резист элемент достаточно сейчас позвешно тем более на этого мечника будет сразу пусть центр встает чтобы убить сап кого-нибудь это так глупо тоже девятое сопротивление резист элемент сюда ну тролли там а это тролли то могу как это сказать так ой все ладно а чё позвешно то не работает у меня всего седьмое сопротивление ну ладно я могу его спасти так то блес скину и все ну на кого варплайтинг пошло туда форму призрака на товаре щас крэкскол тоже форму призрака я думаю как никого не потерять можно какой-нибудь live drain кинуть единичка славы еще даже к охране столицы присоединился один отряд молния столицы довольно хороша ее ослабили довольно сильно так артефакт заехал но весь этот артефакт перекрывается одним спеллом который у меня есть в наличии называется magic community поэтому нафиг не надо говорит варп ноут хочу за это готов отдать black prayer между прочим black prayer наверно одно из лучших необычных заклинаний которые есть в игре ну в игре ладно в школе смерти на игру не будем замахиваться целом если этот союзник начнет эти варп ноуты кастовать наверное не критично он в первую очередь это будет делать ну должен в теории делать против моего союзника поэтому если он немного поднимется в силе ну норм надо думать короче на мой взгляд это не проблема наверное можно обменяться black prayer тем более прикольно для создания нежити а нежить у меня всегда это кандидат на спасение в любой игре вообще в идеале наверное я бы хотел кстати можно нападать нет нельзя я не надойду а вот мне герой о чем я собственно беспокоюсь у меня есть великолепнейший дракон прям вот никто не добежит только бард на самоубийство раз нет не раз раз два три но если очень надо я могу выдать ему артефакт на хождение по по земле ну ок короче бард пришло время попрощаться с бардом где там форма призрака для барда это будет последний бой там уже даже оставить я потом верну этот артефакт его убьют скорее всего но это и нормально меня интересует видимо только каменный гигант из этой толпы так у этого но иммунитетка магии на камне не работает и у него и резист элемент тоже есть поэтому бояться тут нечего я могу кинуть live drain там что-то подобное позднее в начале варп крича который не сработал с вероятностью при том что ну ладно не будем уточнять мне кажется я накосячил где-то где-то самую малость я же не смогу теперь героя убить он другой раз пока поживет а кстати можно попробовать усыгнуться не факт что у него выйдет но шанс небольшой есть не вышло ну ладно я пытался по барабану этого волшебника пока пусть патруль лучше и здесь хватит мусор производить можно что-то другое сделать что будет Сеттлера сейчас в неизвестном направлении Так, Колоссуса нет Тут довольно просто Этому герою вообще заняться нечем До ближайшего города лететь и лететь И этот город вообще новый Поэтому Но все равно надо в ту сторону Отправляться Короче, сражений не будет 4, 5 Тоже сражений не будет То есть все самые крутые артефакты Можно выдавать Ермагу А на скорость Выдавать артефакту Виндвокеру Понятно Понятно Так, Ермаг самое крутое получает Но ему и так, наверное, достаточно будет Ну ведь правда Ну ладно, всякий случай я выдумал ему все совсем самое топовое Потому что остальные не сражаются Виндвокеру можно этот артефакт поменять Так, то есть Этот герой Нападает 38-я атака Начну с флэймстрайков Там видно будет И так, что он не будет На всякий случай лучник и грох, но то он мне кабанчиков добивает. Можно Лайфдрейнами поубивать народ, я не уверен, но возможно создание нежити больше опыта дает, но это правда не точно, не надо меня это цитировать, но есть у меня такое подозрение. Так, герой дальше, лодочку бы сюда, желтый вообще не хочет спускаться, ему как будто бы вообще пофиг, половина империи стерли с лица земли, мне норм не почувствовал даже, то есть вот такое впечатление по этому графику. И надо с этим все-таки заканчивать. Летучая мышь, у меня должно быть очень редкое заклинание, а, у меня одно должно быть очень редкое заклинание, благодаря черным книжкам. Толпы шедоу демонов, но это все не опасно, шедоу демоны от одного тролля могут умереть, его там если нормально пробафать. Никто не расколдовал? Что-то вы не тем занимаетесь. 108 кастинг скилл. Что-то тут много зеленых, вернее зеленых, желтых бегает. Фиолетовый не справляется со своей задачей отбиваться от... Здесь что-то мало юнитов. Так, ну, типа все что-ли, передача хода. Ну, вот это неправильно. Не очень хорошо получится, если боевого тролля сейчас с помощью, ну, как обычно, под контроль возьмут. Кстати, лошадь одну выведу-ка я нафиг. На всякий случай. Ну, варплайтинг вообще наплевать. Блесс, да. Блесс на второго боевого тролля. Ну, possession тоже так. Ну, то есть... Ну, ок, ну, possession, подумаешь. Пока у них не очень большая атака и не очень все опасно. Стена огня какая-нибудь? Не. Не-не-не. А, во, Black Prayer есть, кстати. Подписывайтесь. 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 Простой бой Гардиан помогает в такой ситуации Эффект молитвы Каждый бой Короче, все нормально Нужна форма призрака На раненого тролля Потому что могут добить На всякий случай Блэс на этого тролля Дисрапт это прям вообще На всякий случай Ладно, флеймблейд Он Хотя Нет 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 Ага Зомби за стеной Не ожидал Не ожидал Сразу бац И минус юнит На смысле Для обороны Одним зомби Два юнита сгенерил На место убитых лошадей Довольно удивительно Что у него Огромная армия нормальных юнитов При этом Никакой проблемы с едой нет То есть По идее Я его армию не убивал Из-за голода Он должен был потерять Ну прям Очень много Тем не менее Этого не происходит Вот кстати Здесь было это сражение Нужно больше Боевых троллей Тут опять Какой-то отряд Нарисовался А не каждый ход Что-ли Вываливаться будут Что происходит Вообще Так Этот герой Бой будет в ауре Происходить Куча волшебников Но в остальном Ничего нету Поэтому Ну вообще Не опасное место Так Другой герой На седьмой скорости Со всех ног Летит куда-то вдаль Он вообще не будет сражаться И скорость ему На следующий ход Тоже не понадобится Поэтому Все артефакты Он в целом Может отдавать Этот герой Тоже простейший город Никакой обороны Короче Как делить артефакты Вообще Значения не имеет Даже на следующий ход Да Даже на следующий ход Тут В любом случае Будет цель Для атаки Ну Ок Допустим Ну Сразу два артефакта Ермагу Точно не надо Это единственное Что можно сказать Так Вот Плюс Тухит Тудев Тухит Тудев Ну И сопротивление Магии Форма Призрака Все Короче Как мы любим Все Все это Есть График Не хочет Он умирать Никаким Образом Кабанчики Так Так А что Он по мне Стреляет А что Началось Это Типа У меня нету Гардиан Винда Понимаю Понимаю Да Как же Без этого Без этого Ладно Значит Полечиться Надо На всякий Случай Молнии В кабана Класс Так Летать Умеет Только один Его добью В первую очередь Затем У меня Кстати Нет Хули Армора Тут Оказывается Вот этого Еще Можно Выпилить А еще Эмалейшин Открыть 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 Между прочим Этот город Тоже Жутко Слабо Охраняется Его Кто угодно Может Забрать Сильный Отряд Ну что Пришло время Может быть Умирать Этому Герою То Есть Место Для Артефактов Ну Вроде Да Надо Заранее Освободить Три Атаки Три Ту Хит Три Атаки Возможность Бить Летающих У меня Есть Полет Вампирик Вот Послабее Ну типа Все Вот место Для Артефактов То есть Тут Можно Нападать И Просто Всех Поубивать Если Я потеряю Героя Что Правда Не если А почти Точно Но Кому Какая Разница Не знаю Сделаю Да Нечего Бояться Еще Один Ход Тут Побегаю Ну Так То И Все В В принципе Надо Паучков Вначале Иначе Их Фиг Догонишь Паучки Кстати Реально От меня Убегали Это Это Сейчас Больно Было 23 Броня Плюс 2 Тудев И Этого Мало Едничка Славы Ну И Артефакты Наконец Освободились 6 брони Или 4 брони 4 резиста 6 брони Лучше И плюс Место Для героя А Здесь Еще Не Было Нападение Вперед Это Хорошо Что Они Не Делают Диспел Прям То Что Нужно Диспел Минус Почти Все Волшебники Один Остался Кстати Вполне Возможно Я Халфингов С леса Земли Всех Выпилю Такими Темпами Снова Прям Халфинг Который Вообще Божественный Просто 11 Атака Плюс 3 То Хит Супер Раз Волшебник Спешит Умереть Ну Наверное Надо Дать ему Такую Возможность Пусть Попробуют Каково Это Сражаться С топовыми Ярмагами А нет Убежал Передумал В последний Момент Соперник Нам Строил Строил Всю Игру Короче Как-то Развивал Империю Потом Бас Две Серии Герои Бегают По карте И все Уничтожают Может быть Пришло Время Чемпиона Призвать Или Это Совсем Выпендрешь И не стоит Подобными Вещами Заниматься И Не сильно Он Вниз Падает Как-то Нет Незаметно Под захват Столицы Там Стоит Фиговая Туча Колоссусов Что Мне Требуется Чтобы Их Поубивать Ну В идеале Мне Нужно Героя Сол Линкер Секундочку Секундочку Так Я вернулся Я тут Подыскиваю Может быть Есть еще Какие-то На Арканусе Логовы Незахваченные Или Прямо Буквально Вся карта Зачищена Кроме Башен По-моему Там есть Еще Неоткрытая Башня Одна И Секундочку Секундочку Короче Осталась Башня Непробитая Вот Это Одно Логово Ну Короче Карта Почти Вся Захвачена Теперь Что делать Для того Чтобы Бороться С Колоссусами Ну Понятно Всю карту Я сейчас Выпилю Там Скоро Скажем так Ладно Не прям Сейчас Отсюда Начнут Вылезать Колоссусы И мне Нужны Сильные Толстые Герои Которые В состоянии Переживать Их Выстрелы Чемпионы Это Один Вариант Дисджанкшн Дисджанкшн Это так себе Тема Что еще Я могу Делать Ну Героев Вроде бы Все хорошо И нет Смысла Как-то Дополнительно Их Бафать Они Справляются Со своими Задачами Короче Мне нужно Больше Героев Получается Для того Чтобы Ну Вот Здесь Вот Тоже Можно Можно Нападать Можно Конечно То есть Вот Этот Отряд Меня Напрягает Поэтому Наверное Где-нибудь Вот Тут Можно Можно Сделать Еще Одного Героя Вопрос Вопрос Чисто В Приоритетах Готов Я Тупить Шесть Ходов Или Наверное Готов А Или Вот Здесь Можно Разобраться Не Этот Пока Поживет Он Все Все Я Фигеваю У него Один Город И Повар Продакшн У него Не сильно Меньше Чем Меня То есть Меньше Конечно Но Не Прямо Так Чтобы Совсем Короче На фоне Армагеддона Он Меня Уже Не Сильно Пугает Поэтому Пусть Живет Но Призывы Чемпиона Тысячу лет Ждать Реально Жесть Ходов Ну Появится Зато Классный Герой Вполне Возможно Не Исключено Что Какой Нибудь Мусорный Еще Есть Вариант Боевых Троллей Не Вот Точно Что Мне Обязательно Надо Сейчас Это Не Бояться Подобных Отрядов Для Этого Надо Защитить Блессами Всех Своих Боевых Троллей Которые В окрестностях Бегают Например Здесь Есть Три Тролля Тут Есть Еще Не Все Обмазаны Блессами Ладно Тогда Чуточку Попозже Ну Довольно Тупо Но Что Поделать Иначе Есть Альтернативы Не Обязательно Блессами Можно Резист Мэджик Вешать Это Еще Один Вариант И Еще Один Вариант Это Blood Last Вешать Передача Передача Хода Не знаю Может Последний ход Сейчас Посмотрю Как Пойдет Вполне Возможно Что Последний Ну Ну Довольно Успешно Война Идет С Желтым Понятное Дело Что Он Самый Опязный Соперник И В первую Очередь Нужна Так А что Те надо Мне 900 Монет Выдал За то Что Я Так Качественно Сражаюсь С нашим Общим Соперником Спасибо Спасибо Так Ну Здесь Охрана Плохая Область На какого Нибудь Тролля Вот Кстати Сильный Отряд Бежит 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 С этим Пока не знаю Что делать Четвертая Скорость Раз Два Три Никуда Не добегает Печаль На колоссусу Нападать Это Слишком Выпендрежно Если уж На него Нападать То наверное Вот этим Героем Который Кстати Вполне Может Это Сделать Если Я львиное Сердце Ему Выдам В качестве Бонуса У него Есть Щит И Сюда Если я Львиное Сердце Ему Дам А он Броню Потеряет У него Будет Даже На 3 Меньше Брони То есть 20 Броня Плюс 2 Тодев Нет Слишком Опасно Вдруг Рандом Как-то Плох Ляжет Я От Одного Этого Колоссуса Все еще Страдаю Так Где Герой Это Хоть Какой Нибудь Кто Добегает Этот Видимо Один Ну Этого Героя Все В порядке На следующий Ход Он Ну Кстати Не обязательно Ему Можно И Забрать А Этот Герой Тоже Добегает Короче Виндвокер И Ермак Получается На этом ходу Сражаются Ну Кстати Ладно Колоссусы Слишком Крутые Но Неужели Я Каменный Гигантов Тоже Не Одолею Я Только Что С Гигантом Сражался Один На Один Только Он И Я Мне Кажется Мне Нужно Взять Немножко Троллей И Можно Спокойно Гигантов Отделать На Следующем Ходу Можно Будет Напасть Пока Не Знаю Откуда Его Послать Артефакт Тридцать Тридцать Девять Разве Так Можно Кто посмел Кабана Добить Это такой редкий Кстати У меня нет ни одного артефакта На реген То есть Я вот тут Зачистил всю карту Ну не всю карту Ладно Там есть еще Несколько Логов Башня одна Как я уже Тут Это Смотрел Девять Ну это ладно Девять Сильнее все таки Так Ну и Герои Имолейшн Думаю Я по привычке Не влезаю на территорию города Но это неправильно Ну не то что неправильно Это бессмысленно Я все равно города уничтожаю Поэтому Так осторожно Можно не играть 177 славы Жалко что Шанс на героя Не зависит от славы То есть Это просто как Некая предпосылка А дальше Как получится Так получится В оригинальной Мастер оф Мэджике С такой славой Мне бы каждый ход Герои приходили Хотя наверное В оригинальной Мастер оф Мэджике Я бы по 11 серий Не пилил бы своего соперника Я бы гораздо раньше Крохнул Там нет Молнии в столице Можно спокойно Взять напасть Эээ Че сейчас было Остановись Или он уже Типа последнюю ману Потратил А почему он Последнюю ману Потратил Как то это все Странно Должно быть Много еще Не буду я город в живых Оставлять Десять тысяч Денег Кстати Если я блессами Обмажусь Я могу этого героя Не посылать на бой Но мне это надо Тут 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 Ну надо бы напасть На следующем ходу Все таки С такой Фантастической Броней Я все таки Верю в свои силы Нормально все будет С другой стороны Здесь природные Существа Рождаются Я могу Не трогать Эти логово И Бегимон Хотя у меня там Природных существ У меня целый Желтый соперник Которых Это Бери Не хочу Короче Да Он нашел Алхимию Или култ-лидер Я точно не знаю Култ-лидер Ничем В этой игре Не поможет У него Городов Осталось На там Не знаю На два хода Так Сейчас Надо заклинание Какое-то сделать Какое-нибудь Заклинание С заклинаниями Сложно Интересно Какое у меня Очень редкое Заклинание Смерть Сейчас вот это Изобретется И станет Понятно Мне все-таки Руки Начинают Чесаться Чтобы Тут всех Поубивать Может Кинуть сюда Иммунитет К магии Ну типа На следующем ходу Взять И уничтожить Почему? Ну просто Потому что могу Короче На следующем ходу У меня есть Этот герой У которого есть Holy Armor Magic Immunity И там Все что только нужно Для жизни А этот Ну это у меня нормальный Посох Да За счет Насчет этого Можно не бояться Но если я всерьез Буду нападать То мне нужно Кроме иммунитета К магии Еще Holy Armor На того героя Я что Серьез Сейчас собрался Добивать Красного Ну получается Что книжек же Я больше не найду Раз книжек Больше нет Ну я могу Божественный порядок Firestorm Изобрести Я точно знаю Что у него Они есть И я могу В качестве награды В логове получить Короче не знаю Что-то у меня 7 пятниц на неделе По силе Я Жесть А кстати Это к лучшему Это Это все продумано Спокойствие Это Это не ошибка Вы что Короче В чем идея Это же гребаный красный Красный Если я сейчас У красного Заберу столицу То на этом все Конец Больше закляданий не будет Если я ему отдам Этот город Типа Ладно Забирай Короче Идея в том Что я не вижу Смысла Тут С ним сражаться Возможно Стоит убить Паладина Ну просто Потому что Я могу И Потом В будущем С ним сражаться Это может быть Проблемой Паладина Убить Есть разные Варианты Фаерболты Лайфдрейны Так Что он умеет Иммунитет к иллюзиям Есть Ну и больше Ничего Короче Я этот бой Специально буду Проигрывать Точно 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 Это прям Стратежный план Тогда я смогу У него Вытащить Не два Заклинания А четыре Ну норм Сейчас Минус герои И Убегаем Ну типа Город ему Туда и дорога Главное Город захвати Он уничтожил Город Негодяй Это все планы Мои порушило Ну ладно А это что вообще Такое Откуда они взялись Но есть Один юнит Который Без Киевс Ченнелс Но с другой стороны На него Позешен Даже Стыдно Не я тут не должен Проиграть Такто Убегаем У меня учетверенная сила диспела, поэтому... Давай поиграем в эту игру, окей. Типа ты кидаешь это... В паутинке я... Делаю вид, что не могу их... Не, ну хотя... Окей, ладно, убедил. Возможно... Лучше кинуть Black Sleep. Ведь правда? Понятно. А кстати, если я на выкину Black Sleep, то... Что такое-то? Короче, юниты начинают заканчиваться, поэтому... Нужны кабанчики. Нормально. У него... Как бы кастинг-скил, конечно, большой, но... Не настолько большой, чтобы... Ну... Та-та-та-та-та. Продолжение следует... Фигу у вас, с красным получилось. Я мог тот город спасти. Проблема в том, что... Я почему-то думал, что... Ну, ему же нужен город. Что-нибудь все время на одном городе сидеть? Наверное, нет. Кстати, террор хорошая штука. Минус один тухит. Это довольно крутое заклинание. Мне еще 900 монет отсыпали. Упс. Там, кстати, желтый бежит. Бежит, бежит. Так, фоль арбор я для кого делал? Кто подскажет? А, вот для этого. Я, короче, собирался сейчас нападать на столицу. Типа, брать всех в кучу. Ну, даже не знаю. Час 55. Наверное, нет. Может быть, красный город захочет построить там? Короче, не буду я сейчас красного добивать. Не знаю, в следующей серии я это сделаю. Ну, потерял я несколько городов. Причем, кстати, вот здесь еще не потерял. Но это вопрос времени. Тут уже практически... А, ну я могу призвать что-нибудь. Отряд скелетиков, например. Откуда он тут появился? Меня союзник подвозит. Ладно, по-барабану на самом деле. На эти города, они далеко не самые сильные мои производящие. Красного я тут, вернее, желтого я тут довольно уверенно нагибаю. Колоссусы у него есть. С этим, конечно, есть проблемы. Но территория уже совсем не так, что была раньше. Короче, конец 11 серии на этом будет. И пока можно посмотреть на территорию, насладиться. То есть, вообще все зачищено. Причем тут сейчас тоже довольно быстро города будут забираться. То есть, вот этот тоже досюда добегает. Вот этот герой тоже добегает докуда захочет. Может, вот этот город забрать. А может, еще что-нибудь. Этот герой тоже на городе находится. То есть, соперник сейчас за один ход теряет три города. А ему нужно города строить именно Халфинские. Иначе, ну, короче, приоритеты, все дела. Даже этот город я у него элементарно заберу. Город с колоссусом я уже один убивал. Не проблема, когда он один. Вот если было бы их два, это уже там надо что-то думать. Хотя, скорее всего, просто нужно совсем топовые артефакты выдать герою. И нормально будет. Ну, ладно. В любом случае, короче, как-то так пока дела обстоят. Ошибок довольно много, но у меня впечатление такое, что это все не имеет значения. То есть, ну, вот нападет сейчас этот на город. Вообще, пофиг. Ладно. Не буду просто так трепаться. Короче, продолжение следующей серии. И на этом все. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok